Жара в городе Водух прогревается, солнышко нещадно печет, да еще и горячий асфальт с кучей машин и переполненными автобусами. Спрятаться от этого можно только в здании под кондиционером. Но если уж и есть необходимость проводить время на улице, то делать это нужно правильно, чтобы не нанести вред здоровью. В первую очередь нужно предотвратить, мы всегда говорим врачу, что самое главное это профилактика. То есть не стараться не бывать в жаркое время в транспорте. То есть если планируете поездки куда-то, то до 10 утра и после 5 вечера, если это возможно. Если выходит на солнце, желательно иметь зонтик, там Панаму, широкополую шляпу. Если предстоят работы на приусадебном участке, то их тоже нужно проводить где-то только до 10 утра и после 4-5 часов вечера. Конечно, мало кто этого придерживается. Поэтому и получаются и срывы ритма, и такие неприятные симптомы перегревания, как слабость, тошнота, у некоторых даже рвота у детей, бывают судороги. Поэтому, естественно, нужно следовать простым мерам. Просто утолить жажду в жару мало. Нужно соблюдать водный баланс и пить не менее полутора литров в сутки. При этом вода должна быть немного холодной, но не ледяной, так как это может привести к больному горлу. Многие любят в жару смачивать одежду, но, как говорят врачи, это не так полезно, как кажется. Ведь в таком случае солнечные лучи проникают через ткань на 20% интенсивнее. Телу от этого становится еще теплее. Если предстоит какое-то купание в водоемах в открытых, помните, что грудным детям вообще пребывание на солнце запрещено. А температура в водоемах должна быть где-то от 17 до 19. Это при той температуре, при которой уже начинают купаться. Более комфортная температура, конечно, это плюс 20 градусов. Особое внимание в жару нужно уделять маленьким детям. Например, одежду для них лучше выбирать из натуральных материалов и обязательно светлую. Не стоит забывать и про головной убор, который спасет от солнечных лучей. Гулять лучше в утреннее время, когда еще не спала ночная прохлада. Мы купаемся. В воскресенье дети купались. И малявку тоже. Тазики купаем на улице. Ну, вот так вот справляемся. Ну, то есть водные процедуры и прохладный воздух. Конечно, прохладный воздух. И из города, да, стараемся выезжать. Дома это кондиционер. Днем мы не выходим на улицу и гуляем только ранним утром или вечером. Самое лучшее это раннее утро, потому что ветер и прохлада. А сегодня вообще замечательный день. А вот когда прогуливаете с ребенком, как его защищаете? Это санскрины обязательно и головной убор. Ну, наверное, точно так же. То есть мы выходим утром-вечером обязательно в шапочки. Ну, много воды с собой берем всегда. Вот к фонтанчикам ходим. Ну, так. А как вообще переносите жару и как ребенок переносит жару? Ну, ребенок так, видимо, вроде бы нормально. То есть она никак не реагирует, а там уж я не знаю организм. Конечно, я тяжело переношу, очень жарко. Хотя вот сегодня его на шоку-то одели. Алкоголь и жирная пища в жаркую погоду не лучшие, друзья, здоровья. Поэтому, отдыхая на берегу Волги, лучше обойтись негорячим зеленым чаем и прохладным морсом. Судя по прогнозу для Волгограда на это лето, погода будет непостоянной. От плюс 17 до плюс 40. Поэтому лучше заранее запастись солнцезащитными средствами и вентиляторами. Погрелись на солнышке, пока делали этот сюжет. Сабина Саблина и Городковский. Специально для телеканала Волгоград-1. Субтитры создавал DimaTorzok